Делаю накладные ногти для китаяночки. Мы учимся в одном классе, она классная и даже умеет делать вот так вот. Когда я спрашивала, какие ногти она бы хотела, она показала мне китайскую соцсеть. Это что-то типа Инстаграма и Пинтерс. Ей нравится и у них популярны именно такие ногтки, которыми я себе представляла маникюр азиаточки. Ногти я буду делать здесь, но для начала нужно убрать стол. С собой в Ирландию я взяла лаки, типсы, кисточки и все, что нужно для накладных ногтей, кроме жидкости для снятия липкого слоя. Жидкость для снятия липкого слоя просто не пропустили бы в самолете, а зря, потому что здесь я пока что не нашла она. Она была без ацетона, поэтому не разъедала гель-лак и не было такого едкого запаха, который есть у ацетона. А вот антисептик недостаточно хорошо убирает липкий слой и тоже не подходит. Я не помню, какие конкретно лаки я с собой брала, поэтому сейчас нужно все пооткрывать и найти нужное цвета. Для этого дизайна мне нужен насыщенный, теплый, темноватый, нюдовый оттенок. Самый важный этап подбор типс, потому что зачем вообще делать ток, если они не подойдут по размеру. За эти два года я сделала много заказов, но китаяночка смогла меня удивить. У нее очень маленький размер ногтей по сравнению с нашими европейскими ногтями, поэтому думаю, ногти выйдут маленькими и очень миленькими. Нужные размеры типс я подбирала в школе на ее руках прямо на парте. В Ирландии очень большой выбор накладных ногтей, они здесь распространены, но несмотря на это всем все равно было интересно посмотреть, что это мы такое делаем. Поэтому весь класс и даже учительница собрались вокруг нашей парты кружком и наблюдали, как я подбираю ей ногти. Задача была сделать не только маленькие, но и коротенькие ногти. Для того, чтобы не тратить время, я сразу зарисовала ее ногтевую пластину на бумажке, сделав запас для подушечки пальцев. С этого момента с типсами нужно работать внимательно, потому что когда я обрезаю типсы, то срезаю ее ногти. Важно их не перепутать, чтобы потом было удобно надевать на ногти. На моменте я пила формы, я начала немного нервничать и решила еще раз посмотреть референс, потому что не пилила ногти достаточно давно. Я пилю ногти уже полчаса, для того, чтобы они были недостаточно длинными. Надеюсь, они подойдут по длине. Снимаю старый скотч и канцелярский пластилин с подставки. Раньше я пользовалась только двухсторонним скотчем, но здесь мама увидела в магазине канцелярский пластилин и купила попробовать. Прикольно, многоразово напоминает чем-то клячку, но скотч держит крепче. Когда я пиливаю типсы на подставках, с канцелярского пластилина они иногда спадают. Но если на подставках ногти только красить, разницы нет. С сентября я впервые пошла в ирландскую школу и, понятно, до этого английский я учила, но поначалу на уроках ничего не понимала. В моем ирландском классе было еще две девочки из Украины и первые дни мы сидели втроем за партой возле стенки и ни с кем особо не общались. Но умом я понимала, что лучше сразу начать общаться с остальной частью класса и первой девочкой, у которой я что-то спросила, была она. Чью. Чтобы покрытие было равномерным и лак не затекал на бока, важно клеить типсы ровно на середину подставки. Хорошо бафлю типсы, чтобы все хорошо держалось. Покрываю ногти цветной каучуковой базой. Она достаточно густая и ее сложнее наносить, чем обычный лак или базу, но главное терпение и практика. Предыстория того, как я начала делать эти ногти. В Ирландии у меня было немного места, чтобы делать накладные ногти, но перед каникулами я наконец-то сделала себе ноготки. Они вышли красивыми, длинными и блестящими. Девочки из моей школы редко делают себе длинные ногти, поэтому мои привлекали внимание, но всем понравились. Мы зашли в класс перед началом урока, учительницы еще не было, поэтому мы разложили вещи на партии и о чем-то разговаривали с Чью. И тут сзади Чью кто-то окликнул. На минутку вернемся к этим ногтям, здесь я просушила типсы, но лак скукожился. Сначала я подумала, что сушила ногти недостаточно долго, но со второй попытки поняла, что проблема не в этом. Оказалось, что лампа работает не на полную мощность, потому что была подключена через удлинитель. А тут Эммочка насмотрелась лайфхаков из тиктока и решила, что можно быстро сделать технически сложный дизайн. Вообще, эффект прикольный, но это не совсем то, что я хотела. Так вот, Чью окликает кто-то сзади, мы разворачиваемся и видим, что это популярный красавчик из нашего класса. То, что он хотел, это привлечь ее внимание и спросить, почему она без ногти. Вообще, я хотела предложить ей тоже делать накладные ногти, но после этой ситуации мне было неловко спрашивать. А после уроков она подошла и попросила сделать для нее накладные ногти. Итак, я покрыла ногти тенями, но результат меня не устроил, поэтому меняю цвет лака. Так все будет сочетаться и ложится гораздо лучше. А это моя попытка номер 2, возможно я слегка переборщила с тенями, но в принципе результат меня устраивает. Покрываю топом и сушу в лампе. В этом видео вы могли заметить, что я часто переворачивала ногти вверх ногами. Я покрою все ногти, у первых ногтей лак уже может начать стекать на бока. Чтобы ногти не были пузатыми, я их переворачиваю. Покрываю ногти втиркой, очень красивый эффект получается, мне нравится. Это конечно корейский дизайн, но слишком объемные ногти я делать не хочу, поэтому рисую прямо по втирке. Сейчас главное работать очень аккуратно, потому что шансы стереть не будет. Если не уверена, что справитесь, лучше перекройте втирку топом. Я нарисовала звездочки, точечки, но мне чего-то не хватало, поэтому рисую свои любимые облачки. Такой дизайн удобно рисовать похлопывающими движениями прямоугольной кисточкой. Перекрываю топом, ногти вышли не толстыми, не слишком тонкими, в общем идеальными. Сушу в лампе и любуюсь с результатом. Эти ногти я сделала за день до встречи с подругой и долго не могла придумать, во что их упаковать. Три дня назад в Алиэкспресс мне пришло стекло для камеры телефона. Оно было в этой маленькой милой коробочке, и из-за того, что ноготки сами тоже очень маленькие, коробочка подошла идеально. Не могу представить, чтобы я смогла уместить сюда любые другие ногти. Мы планировали пойти в кино и договорились встретиться заранее, потому что я хотела показать ей ногти. Для нее это должен был быть сюрприз, потому что я не говорила, когда точно закончу ногти, и сказала, что просто хочу что-то показать. Но заранее встретиться у нас не вышло, поэтому подарю ей их после сеанса. Ногти она захотела надеть на выходных и сделать это самой, поэтому и здесь я объясняю ей, как клеить ногти. Я не стала давать ей сразу клей, потому что до этого накладные ногти она не носила, и я хотела, чтобы она к ним немножко привыкла.